Чрезвычайное происшествие. Именно так Станислав Третьяков назвал ситуацию, которая возникла в выходные на котельной Миза. Бывший арендатор сорвал пломбы и замки со стратегического объекта и проник в помещение. И это при том, что ТК «Октябрь», которая арендовала котельную, задолжала поставщикам энергоресурсов компании «Новотек» более 35 миллионов рублей. Сегодня на аппаратном совещании сити-менеджер отметил, что еще в апреле администрация города в одностороннем порядке расторгла договорные отношения с арендатором котельной ТК «Октябрь», который задолжал поставщикам энергоресурсов порядка 35 миллионов рублей. В такой ситуации город был вынужден прибегнуть к крайним мерам и отдать обслуживание котельных муниципальному унитарному предприятию. Лишь на таких условиях руководство компании «Новотек» было согласно не перекрывать задвижки на газовых трубах, что могло оставить город без теплоснабжения. В субботу гражданин Яковлев сорвал пломбы, замки, зашел в эти котельные и, видимо, решил продолжать деятельность свою коммерческую по наращиванию долгов и нанесению убытков муниципалитету. В настоящее время готовим все документы в правоохранительные органы, в прокуратуру, в УВД для того, чтобы Яковлева выдворить с территории наших котельных. Также глава добавил, что под угрозой срыва находятся все мероприятия, которые были направлены на восстановление подачи горячей воды в дома южной части города с 1 июля. Проблема еще осложняется тем, что мы провели достаточно сложные переговоры с «Новотеком», который пообещал городу не перекрывать газ, более того, разрешить подачу горячей воды, то есть использование газа для нагрева воды, при условии, что все-таки там работают муниципальные интерные предприятия. Это вот безумные действия гражданина Яковлева привели к срыву наших договоренностей и поставка воды в горячий старый город в район мебельной фабрики на МИАЗ-2 теперь стоит под большим вопросом. Сейчас администрация города направила заявление в полицию и прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Вопрос с подачей горячей воды в дома южной части города в срок остается открытым.